Друзья мои, мы в огромном 10 метров, тут ровно 10 метров, в огромной 10 метров высоте в древнем храме. На древней же Ливанской земле храм неизвестно чей, храм многократно перестроенный, переделанный, храм с более того замечательным подземельем, это технический проход, подземелье основное, храм с большим количеством переработок и доработок, вот тут например и ступени подправляли, вот огромный блок, вот этот был когда-то, вот этот огромный блок, из него было 2-3 ступени, а как раз, вот видите, ступень еще уменьшена, одной получается 2 ступени, 1 ступенька, 2 ступенька, то же самое и здесь, их потом добавляли и переделывали. Переделки значительные, переделки, видите, какой мемный персонаж практически, да, это уже все люди, то есть те, от одной стороны, одни сделали какое-то кривое, не пойми что, а другие смогли создать вот такой вот комплекс, поставить его. Вот видите, здесь сбивали, еще не доделали, это уже все люди подправляли, человеческое, потому что все, что плывет, все, что падает у нас, как правило, слушайте, у льва даже язык покрашен, бесподобно. Вот, великолепное по качеству, но, к сожалению, еще недоработанная колонна, много всего. Основное видео об этом храме, какой лев у нас, с покрашенным, ох ты, с языком, красная краска, надеюсь, не кровью. Ну, это уже такой, тоже опять говорю, немножко мемный персонаж. Мы сейчас с вами, я сейчас немножко, буквально это обзор коротенький, потому что основной обзор у нас храма будет в обзоре Джованни Батиста Пиренези, потому что здесь снимали следующую серию. Вот барельефы, когда-то они должны были быть здесь, но они еще не закончены, под маленьких подкарликов технический проходец, в проходце там тоже самые большие подземелья, потом они туда заворачивают, заворачивают, об этом, обо всем, в выпуске Пиренези смотрите и обрящите. Да, вы все это увидите. А я предлагаю вам через 10-метровый проход выйти и обойти этот храм снаружи, потому что снаружи-то я как раз его и не показал. Итак, добрый смотритель не возражает против того, чтобы мы сюда заходили, видите, он так-то за решеткой, этот храм, но если очень хочется, то можно. А вот другой боковой проход, вот здесь рост у меня, я тут, что, 147 сантиметров высота этого проходика, а тут, к сожалению, он сильно загажен. Стены, тут какое-то все пробитое, не очень удобные ступени, они узкие, но высокие. И мы с вами сейчас движемся, поднимаемся, а внутри этого храма, вот, ох, какая высокая ступенка, ой, здесь здесь тоже опять какая высокая, то все они подправляли. Мы с вами поднимаемся, видите, как уже потом как-то это все подправляли под человеческое, фу, господи, загадили все. Ну, что ж такое-то. И мы видим здесь, с одной стороны, вот там внизу у нас замечательный, это двор храма, вот он до сих доходил, там стояли колонны, то, о чем говорил Пиранези. Дальше тоже подъем был, но мы уже не будем туда рисковать. А вот здесь вот, а вот здесь вот храм, я вам покажу, ребята. Вот видите, какой контраст, махина храма и какие-то маленькие, большие, какие-то маленькие, какие-то перильчики, вот эти ступеньки, это все в диссонансе огромном. Вот этот проход маленький, это все, это ступень подли, а это вообще уже подкарликов, которые создавали, которые обслуживали, не создавали, наверное, все-таки обслуживали. Если бы они создавали, тогда у них были очень большие комплексы, наверное, если бы они создавали такие гигантские сооружения. Ух ты, ой, как же тут прыгать-то, высоко, однако, вот, а вам-то как повезло, только канал Забытые Руины, я не люблю хвалиться, но в такие места заберемся, только мы с вами. В интернете такое не покажут, потому что нельзя скачать это с интернета. Итак, мы сейчас выходим через вот так вот, через центральный вот так вот вход. Ага, вот так вот вышли. Вот, смотрите, добрый человек закрывает, скажет, он и так уже все увидели, что я им не хотел показать. Вот, гады такие обманули меня. Ну да ладно. Огромный фундамент. Ох ты! Ё-моё! А это что? Вот, 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 про что пишет Пиранези, что высота у нас, вот этих ворот, между ними нет никого прохода. Вот эту вот форму, во-первых, она сильно качественная. Видно, что прям качество-качество. Видите, какая красотища под античным храмом. Блин, ребята, вот это да. И куда же она идет, если не смотреть, или я бы полез. Ох ты! О, о! Прикиньте, там еще, там еще ход. Я не знаю, видно ли вам. Сейчас попробую приблизить. Там боковой... Вот сейчас вот буду сужать. Там боковой проход. И он тоже, похоже, заходит вбок. Если посмотреть. Еще и вверх. Но я говорю, это огромные подземелья. Кто не верит, что под храмом есть подземелья, видите, к черту? Если вы не верьте своим глазам, то это называется шизофрения, ребят. Вот. Я шучу, конечно. Но мне правда есть, говорят, да ну ты придумаешь. Ну как я придумываю? Они же кругом. Я же в них лично спускался. Вот посмотрите, еще недоработка. Здесь хотели выравнивать. Тоже выравнивание не случилось. Хотя бы откопали. Откопали. Хотя бы откопали. То есть мы можем сказать, что вот этот храм на эту высоту, как минимум, значительно у нас еще был выше. Слушай, я вообще в шоке. Мало того, что здесь опять глыба, вот эта мегалитика вся. Вот она высота. Здесь они попытались... Господи, да тут сколько метров? То есть тут вообще... Ой, это только начало. Ну, слов нет. Храм пересобран. Храм и храм самое главное. К сожалению, он засыпан. Великолепный. Вот эти части как будто недоработаны. Вот там вот сплошная такая вот впечатление, недоработка. Вот эти части вот... Слушайте, я в восторге полном. Сейчас покажу подробности. Вот здесь они разъехались. Здесь еще фасочка. Вы посмотрите, друзья мои, что вообще творилось. Вы посмотрите, посмотрите. Там внутри он же выдержан по всей плоскости. Вы представляете вообще, что это такое? Вы вообще понимаете, что тут, какого уровня, какого качества? Поэтому, когда говорят, да нечего там смотреть, ну, я слышал, мне сказали, то есть я лично слышал от одного из нынешних руководителей Ила Ивры того, что кроме трилетов вообще особо смотреть в Ливане. Ну, это личное, конечно, мнение, надеюсь, человека, а не позиция теперь организации. А вот как эта линия, вот как это обеспечивалось, стыковка. Вы бы вообще представляете, насколько это... Господи, Господи. Пойдемте обойдем этот храм. В следующем видео уже я это покажу. Но жду от вас, как всегда, комментарии. Друзья, еще не закончено видео. Я хотел бы сейчас кое-что вам пояснить и пойдем дальше. Не бронитесь за то, что я сейчас не спустился в подземелье и не показал вам. Я туда спустился. Просто это будет чуть позднее в фильме о гравюре Джованни Батиста Пиранези из храма Геркулеса. Храм Геркулеса в Коре. Мы будем с вами говорить о нем и обязательно туда пройдем. Я сейчас поясню, но дальше я вам буквально еще через минутку покажу, что же там и как это устроено. Только на примере другого сооружения, которое я нашел в античном городе Лирбия. Ну, не городе по сути, а как я зову, Дворец Лесного Короля. Вы уже видели одно видео на канале и год назад я показывал еще об этом. Так вот, как оно устроено. Мы тоже зайдем сейчас в античный храм и вы увидите. На самом деле там идет вот такая вот она, не то чтобы винтовая лестница, но принцип вот такой. Это идет спуск и в огромный арочный, в огромный зал. Зал такой я показывал еще в третьем месте в Айзануе. Недавно выкладывал. И вы это тоже можете посмотреть у меня на канале. Это все перед вами. Итак, дальше. То, что вы увидели, пояснить еще хотел. Вот это небольшое боковое отверстие, видимо, для воздуха, для движения воздуха. Она точно так же идет и загибается. На несколько метров, которые ниже, должны бы откопать были когда-то, но, к сожалению, наверное, никогда не откопает. Я думаю, в следующую поездку в Ливану мы каким-то образом через Бакшиш поговорим со смотрителем, который очень был напряжен, прям невозможно напряжен. Когда я начал все измерять, лазать, и он понял, что это не просто делать селфи, а что-то измеряют. И поспешил уже гнать и закрывать, но все снять удалось. Я обязательно думаю, что поменяю одежду и пролезу туда, поговорю с ним, и все-таки хочу посмотреть, как же там дальше устроено. Потому что вероятнее всего, это воздуховод того огромнейшего подземелья, которое скрыто, арочного зала, который скрыт под античным храмом. Итак, пойдемте посмотрим, как это было устроено на примере уже другого сооружения в Лирбе или Лирбии, называют еще по-другому. Это место еще называется Ливкия. Все, продолжаем. А, сейчас еще маленькая реклама о Джованни Батисту Пиранезе. Давайте брать календари, ребята. Календари на 2023 год. Календари сразу на год. И календари, которые я уже много раз показывал, по месяцам. Есть такое вот предложение. Это лучший подарок. Скоро праздник. Нужно что-то думать. Вы можете распечатать и в большом таком формате. Формат может быть и поменьше, например. Календарям в том числе вместе с ними идет еще и вот здесь зеркально отражается альбом гравюр. Джованни Батиста в отличном качестве. Я его сейчас не скрепляю, а вы это можете сделать. Поэтому, пожалуйста, напишите. Вы поддержите наши исследования. Вы знаете, как это дорого путешествовать и открывать то, что открываем для вас. Мы через наш канал, вот эта гравюра снята в Барбеке. И мы будем показывать ее очень скоро, в эту субботу, последним новогодним выпуском. Ну все, не буду больше вас задерживать. Для всех электронная почта указана в сообщении, в первом прикрепленном сообщении. Пишите, получайте календарь Джованни Батиста и получайте альбом гравюр Пиранези в свою семейную библиотеку. Поехали дальше. Оставляя, да, факты, факты. Оставляя подземелья Лирбы. Удивительнейшие. Мы выходим вот просто на рухнувшую стену. Тоже из искусственных материалов. Много раз ее вам показывал. Не каждый раз показываю, как это было залито. Но мы сегодня, я хотел еще раз дойти до одного из храмов. Точнее до храма. Он почему-то назван храм-2, потому что храм-1 я так и не нашел. И вот у нас здесь идут брошенные колонны, брошенный ручей. Текущая колонна это брошенная, ручей. Самые разные из самых разных материалов. Вот прям стена как падала, так она и упала. Блок в блок остался в пазу. Из разных материалов. То есть бетонная какая-то заливка. Заливка более мелкая. Вот тут вот с известью. Заливка более крупная. Заливка совсем уже у нас идут булыжники. Потому что назначения самые разные у них есть. Византийцы, их тоже бедняк накрыло. Они все, что перестраивали, все, что они здесь сделали, это абсолютно накрытое, засыпанное уже место. Там тоже есть их подземелье. И мы потом пойдем дальше. Лирбе. Место недалеко от Сиде. Я называю это античный дворец, дворец лесного короля. Или дворец гиганта. Потому что 4,5-метровые канонические двери у нас, они есть. А мы движемся к сооружению, которое названо храмом. Ну, ибо имеет его такую функцию. Вот здесь выпала у нас стена изначально. Внутри никаких не было. Сначала все это были внутри только арки. А никаких окон не было, они заложены. Ну, в храм мы зайдем как положено. Нормально. Внятно. Вот это все я уже показывал. Храм, вот его надо еще откапывать. Храм как форма, друзья мои. Не как функция, как форма в первую очередь. Я говорю сейчас об античном храме. Для чего они использовались, мы не знаем. Так. В ступени, конечно, ничего не сохранилось. Колонны, вот они попадали. И нас встречает здесь. Нас встречает здесь. Правильно. С одной стороны плиты, которыми уставаны. С другой стороны такой удивительный порог. Который мне говорят. И вот что, реставраторы сюда сделали? Нет, ребят. То, что он контрастирует. То, что он выделяется из всего. Это не значит, что вы сделали реставраторы. Просто перед нами уникальные свойства, которые как раз, ну вот, поверишь в заливку, в таких местах. Вот она же вот слоистая несколько пошла. Тут как будто кто-то подбивал. Вообще тут-то ровно. А тут вот как будто подравнивали. Что-то креплялось в пазы. Вероятнее всего здесь, в отличие от тех порожков, это был декор. Но великолепие этого порога трудно недооценить. Он, конечно, чудесен. И по подгонке, и по линиям, и по исполнению. Вот здесь вот. Такое чувство. Может быть, что-то брали, как будто бы перекладывали его. Но все-таки что-то вставлялось в пазы и крепилось. Дальше у нас, как видим, крепились ворота. Вот здесь вот они были. Но опять квадратное крепление здесь уже у нас похоже. Да, здесь все вытащили. Но вытащили не только. Но не вытащили самое интересное. Я сейчас вам покажу. Помните, я всегда говорю, под античными храмами есть подземелье? Огромный арочный зал. Ну, огромные пропорциональных мест. Вот это место небольшое. Зал, вероятнее всего, был небольшой. И вот смотрите внимательно, вот начинается его, туда идет спуск. Вот, как своего рода винтовая лестница. Вот этот блок лежит, а плиты здесь уже провалились. Вот у нас весь периметр, и туда уходит. Вот мы заходим вот так. Потом мы должны с вами повернуться. Поворот у нас идет. Потом мы с вами проходим вот так. Потом мы дальше должны повернуться. Да, то есть мы зашли вот так, обошли. Сюда заходим, сюда спускаемся. И уходим, правильно уходим. У нас спуск, он пойдет так же еще раз заворачивать и по линии. Сейчас я подсвечу. К сожалению, зайти мы туда, конечно, не можем. Вот, несмотря на мусор. Вот у нас вот. Вот перед нами. Вон он, следующий уже уходит. Так, а может не надо светить? Может так видно? А может и так, да. А вот у нас уходит, вот начинается дверь, вот проход. И он туда дальше уходит куда-то. Куда он там уходит у нас, никто не знает, ребят. Никто не скажет вам. Все, к сожалению, уже засыпано. Да, удивительно. Удивительно. Ну, в который раз подтверждаю. Вот она плита сверху. Плиты скоро разрушатся, упадут. И никто знать не будет про эти проходы. Проходы тогда. Проходы в храмы. В большинстве случаев их заливают, к сожалению. Бетоном, Италия, Греция. Это вообще все залито. Абсолютно. Вам никто не покажет таких порожков. Все это сразу убирается в запасники музеев и все. Это не то, что там какая-то теория заговора. Да боже упаси. Ну, просто они так делают. Вот камень вот он брал. Булыжник взят. Вот он так вот срезан. В общем, под каждым античным сооружением у нас находится подземелье. Вы-то у меня люди умные. Я вам уже все показал. Вот опять колонна наполовину. От внутреннего напряжения колонна была, выливалась. Поэтому она из-за... Вот она треснула. Вот она наполовиненная. И они трескаются посерединке, потому что заливается же слоями. И вот они в середине не выдерживают. Тут даже видно, что тут был материал прям скрепляющий. Удивительные свойства, конечно. Рухнуло все это место. А мы сейчас движемся к одному из самых потрясающих, впечатляющих. К Некроп... Ой, к Акрополю. К самому высокому. А что там? О-о-о, поверьте мне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»